Промышленность, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение. На рассмотрение Инвестиционного совета республики вынесены проекты разных направлений. Начать производство в регионе комплектующих для светопрозрачных конструкций предлагает представитель завода Реал и Реак. Проект предусматривает производство оконных ручек до 10 миллионов штук в год. В рамках этого проекта предусмотрено приобретение литейной машины, пласт-автомата и дополнительно вспомогательного оборудования. После этого должна быть реализована вторая очередь, вторая капля проекта уже с плановыми цифрами 10 миллионов ручек в год. Для этого уже нужна будет и земельный участок, и коммуникации, и здание. На производственной площади порядка 6000 квадратных метров. Продукт подходит под все виды металлопластиковых окон и дверей и совместим со всеми видами фурнитуры. Планируется наладить сбыт в республике, регионах России, а также странах СНГ. Инвестору требуется земельный участок на промплощадке Аль-Юрта площадью около двух гектаров. Мы вам поможем, и вы как специалист, вы создадите, мы вам способствуем. Но у меня конкретно, чтобы потом не говорили, вы мне сперва честные, вот так их поставьте, чтобы ни один человек живущий, это густонаселенный, я вам еще раз повторяю, и у нас тут девственная природа, понимаете. С точки зрения экологии, я просил бы вас, три раз проверьте, потому что если один раз хоть будет выброс или что-нибудь такое, вы просто потеряете, потом вас приостановят, чтобы вот по-честному было, да, нет вопросов. Другой предприниматель планирует инвестировать в туризм республики. Придорожное кафе «Легенды гор» стоимостью 50 миллионов рублей предоставит жителям и гостям Ингушетии, которые отдыхают в горной части региона, качественный сервис. Также планируется создать около 40 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – конец 2025 года. Ни один объект, без очистных, там не должен быть, имейте в виду, кто в той части, да и вообще около водоемов что-то еще делает, заводы, фабрики строит. Вот у нас есть цех, любой вам сделают. Понимаете, на 50 лет вот эти емкости. В 6 лет раз надо там какую-нибудь профилактику делать. Все. Ну, пойдите, изучите. Они же вот стоят рядом. Построить в Сунжинском районе республики лечебно-оздоровительный комплекс «Доты» планирует местный инвестор. Проект стоимостью более 360 миллионов рублей. В комплексе будут проводиться разнообразные СПА-процедуры, физические активности, лечебные солевые процедуры, а также альтернативные методы лечения и программы реабилитации. По этой земле, там каждый метр очень важен. Мы не отказываем. Но я хочу еще раз посмотреть. Потому что я лично помню, я туда ездил. Там люди живут. Знаешь, такие хорошие. И возвращение будет? Конечно, будет. Когда мы 18 лет, там 100 лет дорог не было. Мы великолепную дорогу туда провели. Вот Хаматханов. Спасибо ему. Что он качественно ее сделал. В действительности газ, свет, вода там вообще загубили и стояла. Нет, вычтили, все мы сделали. Все есть. Поэтому надо очень продумать там, понимаете? Логистику надо продумать. Там надо учитывать, что большегрузные машины. Понимаете? Новая дорога. Затрат много. И представляете, сейчас вот по этой вот дороге, очень плотно заселенные у нас там Галашки, Мужичи, Алкун, Верхний Алкун и дальше. Я хочу, чтобы все учли. Одно будем делать, другое будем портить. Я лично не готов сегодня согласиться с вами. Давайте подумаем. Построить гостиничный комплекс на 76 человек планирует другой инвестор. На территории объекта предусмотрены ресторан, конференц-зал с кинотеатром на 45 мест, парикмахерская, салон красоты и торговые павильоны. Стоимость проекта 400 миллионов рублей. Количество рабочих 30. Срок реализации 25-й год. Строительство планируется развернуть рядом с международным аэропортом «Магаз». Разработан бизнес-план проекта. Сейчас мы находимся в стадии заключения договора о предоставлении земельного участка акционерного общества нашим аэропортом международным. Следующий проект – строительство завода по производству бытовой химии. Стоимость – то с лишним миллионов рублей. Количество рабочих мест – 40. Срок реализации до конца 26-го года. Проект предлагает строительство завода по производству товаров бытовой химии мощностью почти 20 тысяч тонн готовой продукции в год. В рамках проекта планируется использование современного фасовочно-упаковочного оборудования турецкого производства. Занимаемся поставками бытовой химии по всей России. ЮФО и СКФО полностью обеспечиваем. Вся продукция, вся линейка нашей бытовой химии – бисфосфатная, гипоаллиогенная. То есть при правильном использовании – экологически безопасные продукты. Увеличить продукцию и уменьшить расходы на сырье планирует птицекомплекс «Южный». Этот проект предусматривает выращивание зерновых и масляничных культур и строительство комбикормового завода. Согласно бизнес-плану инвестора, проект создаст 200 рабочих мест. Инвестор предполагает выращивание культур на площади 5000 гектаров. В рамках проекта предлагается выращивание пшеницы, ячменя, трёх, кукуруза, подсолнечных. Учитывая потребности для птицекомплекса, который сегодня покупает комбикорм, везёт за 500 километров со Ставропольского края, для птицекомплекса это существенное снижение издержек и повышение эффективности. Комбикормный завод планируется построить мощностью ориентировочно 10 тысяч долларов в час. Ну, чтобы было понятно, год – 20 тысяч долларов. Реализация проекта разбита на две части. В рамках первой планируется аренда земельных участков, приобретение сельхозтехники для полевых работ, а также для первичной обработки продукции. В рамках второго этапа построят объекты завода, закупят оборудование. Сам инвестпроект, мы принимаем решение, и вот обязательство со стороны правительства, правительство, оно должно выполнено быть 100%. Статус присваиваем, конечно, потому что, понимаете, что сколько продукции будет, как если, и через сколько? – 20 тысяч тонн комбикорма, комбикормный завод, а в следующем году, в конце года, 9 тысяч тонн. – 9 тысяч тонн. 9 тысяч – глубокая переработка. – А в меньшем планируется завести зоу в 18 тысяч? – Вот. Поэтому, чтобы… Я почему говорил, это такая тонкая, такой осторожный бизнес, не думал. Но я знаю, что, насколько я в Ростове, они не смогли удержать его, и поэтому было экстренно принято мнение, решение. Значит, когда я с ним поговорил, он сказал, нужно вот так и так, потому что дальше, ну, свои средства окладывал, еще что-то. И поймите правильно еще, то, что здесь упускают. Ведь у нас техплощадки, да, их называли, везде они на бумаге были. Да, Адам, были? У тебя тоже были же? – Да, у меня тоже были. – И карблаки были, и все были. Ну, все разворовали. Ничего. Ни сетей, ни воды, ничего. И нам сложно было уговорить инвесторов, и они сами дорогу помогали, свет, воду он сам делал. Понимаете, у нас вообще надо им медали давать. Я говорю, бизнес не принимайте как врагов. У нас привыкли это. Я говорю чиновникам. Вы смотрите, они рабочие места дают, налоги платят. Понимаете? Вы же помните, я куда бы ни пойду, говорю, глава, дай работу. Болхабасу. 300, сколько у тебя есть человек сейчас? – На сегодняшний день у нас не хватает 25% денег на университетах. – Минэкономики. Вот я о чем говорю. Вот я о чем говорю. А вы 10 человек готовите там. Вы туда съездите, во все колокола бейте. Последний по списку, но не по значимости проект – это строительство прачечной в столице республики. Инвестор готов на это потратить свыше 50 миллионов рублей и создать 40 рабочих мест. Прачечная будет предоставлять услуги по обработке белья. Проект будет ориентирован на гостиничный, ресторанный бизнес, население города и прилегающих районов, которые являются потребителями услуг. Этот проект глава региона готов рассмотреть более подробно на личной встрече с инвестором. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Хусен Гагиев, Субханиев, Рахман Цуров. Новости 24.